Субтитры создавал DimaTorzok Частица отрицания La никак не воздействует, не влияет на окончание глагола, и его издействие направлено на смысл и значение глагола. Извукун – это фа'лун мударюн – глагол настоящего будущего времени, морфу он поставлен в состоянии арафа. Почему? Ли таджар рудихи минал насуби вальджазми – состоянии арафа, так как он свободен от амилов, от факторов, состояния насуби и состояния альджазми. У алямата рафа'и признаком состояния арафа в этом глаголе является субут нуни – наличие буку нун, необытан а не дамати, в качестве замены дамы, то есть как ответвление дамы. А почему нун? Потому что этот глагол относится к тем пяти формам, аль амсилату л хамсату, или как еще их называют, аль аф'алил хамсату, у которых признаком состояния арафа'и бывает нун. Дальше, аль вау. Аль вау – это дамиры муттасыны, с литтным местменем, обниен аль с сукуни, с неизменяемым окончанием, с сукуном на конце. Фима халли рафа'и на месте падежа араф, фааль, является фаалим, то есть действующим лицом. Валь фиалам аафа'алихи, глагол язвукуна, вместе со своим фаалим, это жумлятун фиалитун, глагольное предложение. Истина фиятун, возобновляемое, то есть новое предложение. Можно сказать и бтидаятун, то есть начальное предложение. А про такое предложение, как мы уже несколько раз упоминали, мы говорим ла махалля ла хаминал-иараби, нет у него места в падеже. Так как в этом случае это предложение не стоит на месте одного имени, и на него не воздействует какой-либо амель. Возможно и другой вариант иарабы этого предложения, это если мы скажем, что это предложение хал, обстоятельство образа действия. От фааля слова ла битхина, то есть местомение хум, которое содержит в себе это слово, так как это целая форма множественного числа мужского рода. То есть ла битхин фиха ахкабан ла язвукуна. Прибывая там века, как не в куша. Прибывая там века, не в куша. Прибывая, как не в куша. В этом случае, если мы скажем, что это предложение хал, оно будет фим ахал на месте падежа, потому что мы здесь можем заменить его одним именем, одним словом, и сказать ого и ра за и кина, то есть не в куша. Ахал, то есть обстоятельство образа действия, согласно правилам арабской грамматики, должно быть всегда в состоянии ахкабан. Возможно еще и другой вариант, это если мы скажем, что предложение ла язвукуна является наатом, определением, описанием для слова ахкабан. То есть ла битхина фиха ахкабан ла язвукуна. Прибывая там века, долгие годы, в течение которых они не будут в кушать. То есть какие годы? Годы, в течение которых они не будут в кушать. В этом случае, предложение ла язвукуна тоже будет фим ахал насп, на месте падежа аннасп, так как оно является наатом, определением, описанием, а наат или сифа, как его еще и называют, должен соответствовать в падеже своему мануту, то есть определяемому или описуемому своему маусуфу. И все это предложение здесь опять будет рассматриваться как одно слово. Есть еще и другие варианты, но мы ограничимся сказанным. Дальше. Ла язвукуна фи ха. Фи это харфу джарин. Предлог родительного падежа. Мабниу аля сакуни с неизменяемым окончанием, с сакуном на конце. Ха это дамир нуттасуна. Слитное местомение. Мабниун аля сакуни с неизменяемым окончанием, с неизменным сакуном на конце. Фи махалли джарин би харфи л джарин. На месте падежа аль джар посредством предлога родительного падежа фи. Вал джару вал маджруру харфу джар и поставленное им состояние джар имя, то есть имя стоящее на месте падежа аль джар, так как это местомение с неизменяемым окончанием, исследователь не может быть ни в родителе, ни в другом падежах. Поэтому мы говорим на месте падежа аль джар, а не в состоянии аль джар. Итак, «Аль-джар» и «Маджрур» «Мутаалликани» связаны по смыслу с глаголом «язукуна», то есть, «белфиали» «язукуна». «Бардан» — это мафуулем бихи, прямое дополнение, «мансубан» — «белфиали» поставленный глаголом в состоянии «ннаспу» аля амута «ннаспдихи». Признаками его состояния «ннаспи» является «альфатхата злахирату аля ахирихи». Явная фатха на его конце, над его окончанием. «Валя шарабан» — «алва» — это харфатфин, союзная частица «мабнио аля фатха» с неизменяемым окончанием с фатха на конце. «Ла» — это харфу нафин — частица отрицания, усиливать здесь смысл, поэтому его называют «зайдат», то есть, усиливать здесь отрицание, так как отрицание и так понятное посредством союзной частицы «ва». Значит «Ла» — это харф «мабнио аля сукуни» с неизменяемым окончанием с постоянным суконом на конце. «Шарабан» — «мактуфун аля бардан» соединено с предыдущим именем «бардан». «Валь мактуфа алян мансуби мансубан митлуха» А имя, которое соединено с именем поставленным в состояние «насп», тоже будет в состояние «насп», так как «мактуф», то есть присоединяемое имя, ставится в том же падеже или в тот же падеж, что и «мактуфун алей», то есть что и имя, с которым соединяют. Так первое имя «бардан» называют «мактуфун алей», то есть имя, с которым соединили другое имя. А второе «шарабан» называют «мактуфун», то есть имя, которые соединились с предшествующим именем. Значит, вчера Бадаман Субан поставлен в состояние насб. У Алямата насб и признаком его состояния насб является явная фатха над его окончанием. На этом все на сегодня. Иншалу, на следующий мурак продолжим. Алхамду лиллах, раббил аламин.